доброго дня доброго времени суток друзья не коронованные герои выпуск номер два антон шматько андрей панкрашев и артем кавалериан проекты pick and talk и all basketball . org сегодня для вас вот эту историю подготовили про винса карта про человека который является легендой nba и живой легендой который все еще формально не завершил карьеру хотя об этом уже винс принципе сказал своим интервью что для него сезон 19-20 стал последний и давайте мы поговорим про винса картера начнем рассказ наверное с его школьной карьеры ведь она была довольно успешной вообще винс картер входит в число топовых школьников за всю историю представьте сколько существует баскетбол в америке это больше 100 лет и вот винс картер один из тех людей которые действительно в доминировал на школьном уровне причем доминировал также и в колледже и даже в nba какое-то время был одним из 20 лучших игроков школе если мы берем карьеру винса картера он показывал следующие цифры это больше 20 очков за игру больше 11 подборов 5 передач и три с половиной блокшота родился в флориде соответственно выступал там же в своей родной школе настолько это хорошее было опять же произвело впечатление такое выступление картера в школе что он заинтересовал сразу 77 университетов ну и выбрав среди них новую северную каролину после чего и пошли сравнение винса картера с майклом джорданом ведь такого школьника такого уровня давненько не видал мир ну и как раз наверное из последних это был пример майкла джордана поэтому вот сразу такое классное сравнение медиа дают и винс картер не подвел в университете он попадал не единожды в сборную своей конференции при этом дважды участвовал в финале четырех и один раз даже завоевал трофей играл он сайте под руководством дина смита великолепного тренера так что и от от этого наставника он перенял очень много полезных вещей дальше у нас драфт пятый пик конечно с такими достижениями с таким профайлом игрок винса картера должен был выбрать был выбран высоко и это произошло пятый пик golden state выбирают винса картера и сразу же его обменивают торонто рептерс ну и дальше уже будет у меня вопросы темам которые мы будем поднимать нашим участникам подкаста торонто рептерс его карьера его начало карьеры как вы охарактеризуете старт карьеры венба винса картера и считаете ли вы что были уместны сравнение винса с его воздушистом майклом джорданом андрей тебе слово да привет если мы действительно говорим о винсе картере то тут мы говорим о как любят американцы говорить one of a kind то есть действительно один из очень немногих таких талантов ведь то что мы говорим всегда о спортсменах это всегда в основном три составляющие первая составляющая то вот изначально то что в ребенка в спортсмена было заложено второе то что как он много работал то есть вот его трудолюбие третий момент любого спортсмена это его характер это его психология и здесь по винцу если мы берем в начале ребенка то конечно безусловно здесь мы смотрим на его талант с талантом полностью вообще все в порядке невероятный талант замечательнейший просто ребенок который действительно как правильно антон отметил лучший практически не просто там один из лучших в свое время лучший американский школьник мы всегда говорим про американскую национальную культуру школьники и студенты за ними следит вся америка порой больше чем за профессиональными спортсменами почему потому что очень много детей у родителей много друзей знакомых братьев сестер играет вот в школьном баскетболе американском денежном баскетболе люди за этим следят люди за этим живут то есть как в американском футболе в хоккее везде студенческий спорт это какой-то иной уровень и тут сравнение с майклом джорданом опять же университет северной каролины тот же самый университет майкл не был наверное даже настолько талантливым ребенком насколько был винс картер мы помним что майкла из школьной команды то турнули на один год вот и тут какой вопрос динс пришел как человек который тоже смог победить у него была замечательная команда в университете северной каролины где антуан джемисон был где был шэмон фил сеткота и как бы как ни крути мы говорим о том что вот этот состав все они смогли добиться чемпионства финс приходит в инба действительно под пятым пиком и в первый свой год от него ждали что он покажет если не выдающийся какой-то результат даст для команды он покажет отличную статистику но по статистике было много вопросов потому что бросал он для новичка немало у него было целых 15 бросков то есть это достаточно большая выборка попадал на 45 процентов что было очень неплохо из-за дуги 28 процентов я не скажу что это критично или клиника но это все-таки плохо 28 процентов 29 набирал в среднем 18 очков делал там пять подборов условно три передачи перехват блокшот но дело не в этом дело в том что вот импакт винса на фоне одноклубников не был таким крутым потому что он пришел в торонто в котором не было таких ярких игроков то есть по сути даже как майкл в чикаго приходил все-таки мы параллель с майклом пока никуда не убираем 98 99 торонто рэптор с два лучших игрока той команды до крести которого мы потом будем помнить по sacramento kings и кевин вылез которого мы наблюдали там уже на пенсии в чемпионском сан-антонио тоже в 2003 году и как бы как ни крути вот это два лучших баскетболиста торонто и то есть приходящий такого уровня талант винс картер который по итогу не выделяется в свой первый год на их фоне это вопрос по эффективности вопрос по каким-то моментам тоже вопросы ты смотришь как бы винс карта такая неоднозначная фигура но потом по сезонам пошло уже дальше я думаю что мы как раз сейчас дальше с вами пойдем обсуждать а как же там было во второй и в третий год до 2 3 год сложился для винса намного успешнее в плане статистики в плане индивидуальных достижений это третий сезон 27 с половиной очков в среднем пять с половиной подбора четыре передачи полтора перехвата и блокшот и здесь что важно еще линейка с трех очковым процентом выросла это были чуть ли не лучшие сезоны вообще в карьере винса по проценту трех из 40 процентов трех очков во втором и третьем сезоне конечно не закрепили за картером статус безоговорочного лидера этой франшизы торонто причем уже начал он играть с второго сезона вместе со своим родственником трейси магрейзи команда обретала довольно интересный статус антонио дэвис также был вот такой центровой который весьма успешно выступал и дополнял вот эту всю историю в канаде поэтому неудивительно что уже на во втором сезоне команда выходит в плей-офф да впервые в истории это случается вот так что торонто уже там на шестой свой сезон существования франшизы сумели выйти в игры на выбывание но 3-0 от нью-йорк никс они отлетают на следующий год они все-таки мстят а тем самым нью-йорк никс причем если не ошибаюсь чарльз окли переходит состав репторс и вот таким образом да несколько помогает им в противостоянии с них 32 победа первом раунде и второй раунд встречаются они с абсолютно лучшей командой на востоке филадельфия 76 очень упорная борьба и очень упорная серия 33 88 87 счет 2 секунды остается в инс картер убирает одного из игроков филы на замахе абсолютно открытый средний бросок и винс его не попадает у меня к артему вопрос какой стало ли это такой вот проблемой психологии для винса в дальнейшем и было ли это разочарованием даже для общественности для публики которые вот понимали что здесь в инс одним броском мог перевести команду в финал конференции выбив абсолютно лучшую на тот момент команду как раз востока что ты думаешь по этому поводу артем и вообще по его вот первым сезоном в торонто да спасибо антон отличный вопрос но я не могу не вспомнить то что чарльз окли тот самый который помогал еще джордану в своем интервью по поводу той серии из филадельфии в 2001 году гава рил что если бы винс перед седьмой игрой не поехал бы забирать свой диплом из северной каролины они бы победили что даже дело было не финальном броске может быть вообще не пришлось бы до этого доводить я думаю что да безусловно этот промах немного уронил статус винса в глазах прессы в глазах болельщиков даже потому что сравнивали его с джорданом очень много именно в первые сезоны но при этом стало ли это психологическим надломом для самого картера нет я не думаю он как раз когда просто закончила это делать он начал сам себя сравнивать с джорданом говорил что в сухом остатке когда моя карьера закончится думаю я буду лучше чем он имея ввиду м дж разумеется но тут дело по моему даже не в том промахнулся винс или нет джордан тоже мазал важные броски со всеми баскетболистами это случается дело в том что у картера как он показал были другие приоритеты другие цели которые лежали за пределами интересов торонто рэпторс и вообще за пределами баскетбола мог ли такое сделать джордан например я думаю что все-таки нет ну и нельзя конечно не отмечать что по импакту по своему у картера были лучшие годы именно в торонто он вообще нанес эту страну канаду на баскетбольную карту благодаря тому что он сделал как он несмотря на подвиги там дэймона стадемайра как раз до прихода винса который тоже был новичком года тоже достаточно бодро начинал именно с картера началась история торонто рэпторс это как первая любовь да безоговорочно я только могу лишь подтвердить эти слова потому что несмотря на наличие даже трейси магреди молодого еще но именно картер был лидером этой команды с большим большим отрывом и в плане статистики и в плане игровом и здесь с одной стороны действительно любой баскетболист промахивается даже важный момент матча но все-таки вот наверное отделяет это величие одного конкурентного игрока от другого в том что ты можешь забить тот самый важный бросок который случается вот именно в тот момент карьеры когда у тебя возможно есть ну чуть ли не последний там шанс или вот хоть это был и старт карьеры для винса но вот все таки седьмая игра при такой плотной борьбе и когда ты в роли андердога выступая можешь решить буквально все я думаю попади этот бросок картер ну он уже бы себя в действительно мог обрести в каком-то таком статусе сравнимым с жорданом даже не выигрывая там дальнейшем финале конференции то есть пройдя филадельфию но этому вопросу мы еще может вернемся дальше по карьере рассуждая вот происходит что еще интересное вот помимо 2001 года который мы с вами обсудили в 2000 году дан контест мы помимо того что картер был прекрасным скорером человек который его сравнивали с жорданом ведь он запомнился нам по большей части именно своими данками своим атлетизмом и нереальным рвением да вот именно там задачи через любого буквально соперника и в как раз конкурсе который собственно способствует этому wins просто блистал вопрос какой действительно ли wins внес какую-то моду или тренд на данки и насколько сильно повлияло события дан контеста 2000 года на дальнейшую культуру баскетбола андрей ну да то есть тут от этого никуда не деться знаешь тут опять же я фанат того что великие вещи происходят всегда в нужное время в нужное место немножко по истории назад вернемся какой был слэм дан контест в 1999 году я сразу отвечу его не было потому что был локаут сезон 98 99 был сокращен и матча всех звезд ничего там не было люди целый год не смотрели матч всех звезд как бы первый такой до момент вспоминаем слэм дан контеста 97 98 года что про них говорили на тот момент худшие слэм дан контест и которые мы когда-либо видели спустя вот таких три года появляется слэм дан контест нам заявляют невероятных каких-то баскетболистов вы помните вообще состав тех участников и среди вот этой дичайшей конкуренции wins все равно выделялся и то есть вот это первое к чему подходим я считаю это должно вот так переходить да вот в этот момент весь наш разговор о винте он должен все-таки переходить в это в это русло что wins пытался вылезти немножко за рамки баскетбола привычного нам то есть 5 на 5 это не то о чем мы должны говорить провинция картера прошло мы говорим провинция картера то его яркая игра его яркие данки его вот эти вот моменты за которые мы венцы запомнили это конечно слэм дан контест 2000 года которые до сих пор даже несмотря там на какие-то недавние очень шикарные противостояния считается если не лучшим томать то одним из трех там самых крутых слэм дан контестов наравне с тем что нам дали доминик и джордан в конце восьмидесятых и то что нам подарили в 2016 лавины гордон то есть вот винс картер его участие на слэм дан контесте это событие за рамками нба то есть это не событие даже в рамках одной лиги тот когда вот стала популяризироваться вообще лига с 92 года после олимпиады все вот оно пошло вширь и когда мы видим вот такую глобализацию нба когда вот оно все выросло когда конкурс по броскам сверху в итоге добрался до многих мест в итоге опять же 97 по 2000 три года прошло и технически и локально и по даже моментам с вот этим бизнесом капитализмом нба очень сильно по глобальному по вообще по голубому шарику расползлась и когда винс картер на 2000 году вот так зажигает он становится иконой для всех без разницы как он играет без разницы что он мажет броски в седьмом матче да вот плей-офф уже в серии то есть по барабану то что делает винс на слэм дан контесте люди на него смотрят как на бога потому что он летает так как возможно не летал майкл хотя это конечно до сих пор спорный аргумент но типа мы смотрим на винса и видим что то что он делал это до сих пор эталон то как он крутил мельницу то какие амплитуды то какой прыжок слэм дан контент для винса картера абсолютно точно поворотный момент в карьере как спортсмена то есть не как баскетболисты нба а как спортсмена который не не как баскетболист легенды нба для нас запоминается как часть попу культуры который где-то на постерах у всех изображен как он выполняет слэм дан где-то там фильмах мы же знаем что потом в 2002 мобилайк майк позвали не за счет того что он отличный баскетболист супер крутой а за счет того как он бил сверху это четко надо понимать ну мне кажется что вот этот как раз момент осведомленности того чтобы инс картер все-таки в баскетбольных моментах начинают уступать майклу и вот это сравнение особенно в момент когда только вот только прошла до вот это гегемония chicago boost 90-х только мы вступили в двухтысячные и сложно сопоставить какого-либо вообще баскетболиста с майклом джорданом особенно когда кобе появляется и винс на этом фоне действительно не то чтобы теряется но баскетбольное достижение его они вообще далеки от того чтобы сравнивать его вот действительно по величине с такими гигантами джордан и остальные поэтому возможно даже сам винс понимая это он начинает направлять всю свою энергию немножко в другое русло и это русло называется данки действительно андрей здесь здорово подметил насчет вот популяризации насчет поп культуры которая минс вызывает и он начинает кайфовать от этого всего и конечно вот эти потом данки в том числе на международных соревнованиях где там он припрыгивает людей с метра с трехметровыми какими-то там вещами то есть просто картер ничего не останавливает артем для себя винс картер это в первую очередь отличный данкер человек который создал вот эту культуру или все-таки баскетболист и вот на фоне вот этих данных контестов можешь подробнее для себя объяснить почему да или нет да спасибо но я должен не могу не сказать то что винс отлично данковал еще даже в школе собственно готовясь к нашему сегодняшнему выпуску я посмотрел некоторые его хайлайты из старшей школы и честно говоря это потрясающе как он там не давил просто всех это удивительно на самом деле но непосредственно к твоему вопросу я думаю что да это в первую очередь он запомнился как данкер и честно говоря это немного грустно потому что что все вспоминают когда мы говорим о винсе картере все вспоминают данки будь этот танк двухтысячного года на этом контесте будь это данк на олимпиаде например все его помнят именно за это они за какие-то его индивидуальные и достижения но безусловно винс картер сделал очень большой вклад в то что он спас можно сказать данк контест потому что после него очень хорошо выступали на этом конкурсе джейсон ричардсон амары стадемайер и это все придало новую энергию для мвз мне кажется это очень важно это очень здорово к тебе вопрос сразу вот ты сказал что мы вспоминаем часто в инса как не ну не столько за баскетбольные достижения это плохо или все-таки это та часть которая ну потому что с одной стороны достижений как таковых баскетбольных винс картер там помимо своих набранных очков он не имеет но зато мало баскетболистов даже там с чемпионскими перстнями с какими-то другими достижениями там индивидуальными и командными но они ведь не настолько будут известны после завершения карьеры вот как ты считаешь это плохо то что все-таки мы знаем венца картера не по баскетбольным достижениям больше то я не могу сказать что это плохо но как бы это объяснить это то что отделяет винса картера от того же майкла джордана которую в который раз уже упоминаем сегодня да потому что майкл был и иконой поп-культуре и он побеждал один сам и запомним безусловно запомним надолго я думаю просто это до какой-то степени определяет его место в истории а у меня вот вопрос вам встречный ребят смотрите а вам не кажется что это два но немножко два разных топика как вот опять же любят американцы гореть две разные темы ведь а если мы говорим о представлении ну вообще человек который является представительством таким давно мировой глобальной арене когда мы смотрим вот человек который выполняет слэмдан когда вообще говорят слэмданк ведь тоже практически всегда детям родившимся в 90 и после все-таки больше нам приходит винс чем майкл то есть когда мы говорим вообще про слэмданки но когда мы берем и строго тему разговора в рамках достижения нба говори мы провинцы не будем говорить то есть вот когда мы говорим о виде спорта и когда мы говорим о карьере нба это два две разные темы и в одной винс очень хорошо вписывается а вот в другой винс уже опять же как правильно антон подметил потому что ну что новичок года и поездки на матч всех звезд и все и как бы вот на этом вид заканчивается ну да ну титул победитель на слэмданк контесте да и как бы все а как великий баскетболист который сделал наследие в рамках нба а венсе мы наверное такого сказать не можем вот как вы считаете антон ты что думаешь на счет ну наверное стоит понимать просто сказать правильно тот подтекст который закладывали винса еще начиная со школы и колледжа все-таки мне кажется это повлияло да действительно он обладал теми данными которые позволяли ему возможно быть намного выше чем он оказался по итогам карьеры и в плане опять же командных в плане индивидуальных достижений возможно он мог бы претендовать на большее но сказать опять же что он провел плохую карьеру в нб и наверное нельзя это будет неправильно потому что и достижение у него все-таки есть индивидуальная до поездки на матч звезд на все матч всех звезд и вот опять же вот этот момент с дк и командно он в принципе проходил даже был финале конференции о чем мы тоже еще поговорим но 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 действительно если брать величайших там атакующих защитников именно в плане баскетбольных достижений здесь конечно картера не хватает но карьера у него была хорошая и если бы не весь этот текст я думаю что картера мы бы просто так и не обсуждали но мы уже начали с самого начала что да как майкл джордан то есть этого наверно все всплывает и опять же сми их влияние на вот освещение баскетбола здесь тоже проявляется но это абсолютно правильно то есть то что мы начали то говорить мне я считаю что это верно потому что опять же исторически у винца так и пошло сначала карьера вот от сравнения от этого никуда не деться и тут самое главное что опять же надо понимать на любого спортсмена после майкла было такое давление которое дома и которого до майкла никто не испытывал то есть майкл был первым на кого давление было но когда на него пошло давление в же помните в начале 90-х не в начале карьеры а когда майкл стал популярным он сразу стал вот таким вот крутым потом майкл уходит инба нужна новая звезда и сразу на каждого новичка такой шквал просто сми наваливается сми растет сми тоже прогрессирует сми тоже эволюционирует и я с тобой согласен что на винца было вот самого начала огромное давление вот эти вот expectations вот эти ожидания насчет винца картера они же ну в итоге не оправдываются как там любят говорить у нас в россии до спортсмены что ваши ожидания это ваши проблемы но с другой стороны у винца ведь добиться чего-то как баскетболисту как представителю командного вида спорта все равно вот это не полу давай пока это наверно все таки отложим немножко более пользе временной наш вот такой таймлайн аста я вот карте мы сразу обращаюсь начиная вот эту тему ведь мы пока все таки находимся где-то в 2000-м 2001 году когда увынса картера достижения но идут буквально друг со другом и дарна рано все-таки говорить о том что да там в инс картер вот именно на момент 2001 года это разочарование какое-то наоборот он не читаешь на кассировать он начинает шаг за шагом там и на матч всех звезд попадать и даже во вторую команду nba всех вот этих залазят вот то есть это главное его достижение всей карьеры будет то что он попал во вторую команду в сборную вот эту all-nba и при этом то есть выигрывает матч сламдан контеста 2000 года то есть 2001 для картера это вообще лучшие годы карьеры и плюс здесь же у нас международные соревнования олимпиады 2000 года артем расскажи нам пожалуйста про этот момент и поделись своими опять же впечатлениями насколько вот бяда сыграла важную роль в карьере в инса картера и как вот вообще вот эти опять же два сезона в итоге можно характеризовать чтобы уже подводить такой потихоньку черту между вот этими самыми успешными годами в карьере в инса но спрашивая меня про олимпиаду 2000 года ты скорее всего говоришь про то как он поставил через фредерика вайса в матче с францией собственно французские сми потом окрестили этот момент дан к смерти по моему леданг дэла морт или что-то такое в общем в любом случае кстати джейсон китт будущий одноклубник винса говорил что это один из лучших моментов баскетболе которые я видел но тем не менее мне кажется что да это была часть винс всю свою карьеру немного был жертвой этого сравнения с джорданом то что он играл на олимпиаде это непременно должны были сравнивать с выступлением команды девяносто шестого года до хотя но может быть уже с меньшим аншлагом потому что все уже знали на что способны американцы по сравнению с их соперниками из других стран в общем и целом я не думаю на самом деле что помимо этого момента который укладывается в поп-культуру о чем уже андрей достаточно хорошо сказал кроме этого момента мне не кажется что олимпийская медаль ну кроме как ачивка как-то особо повлияли на венца но мне кажется что это очень хорошие были годы в его карьере 2000 2001 когда он входил в свой прайм что из этого прайма вышло это уже совершенно другая история да мы к этому как раз будем плавно переходить вот андрей значение венца картера это все таки первая победа в его карьере наверное на таком вот уровне ну не первая конечно это я немного преувеличиваю все таки в колледжном баскетболе выиграть довольно большое событие 2 победа но это тоже такая подводка к тому что пора же что-то еще в бей выиграть уже пора как-то финал проходить хотя бы конференции что ты можешь по этому поводу сказать и сразу наверное вот начнем с тебя потом еще артема я спрошу вот этот вся история картера трейси макгрейди вот эта история сторон то с антонио дэвисом почему не получилось дальше пойдет период который мы будем знать как период неудачи торонто когда они даже в плей-офф не выходили и это все продолжалось до тех пор пока трейси макгрейди просто не ушел из команд ну по винцу да если заканчивать по олимпиаде я скажу что олимпиада для него все-таки была важна не только как ачивка вообще вот очень хорошую вещь подметил что победы это та вещь которая с винсом не только вообще в начале карьеры вообще по всей карьере не часто случалось и как бы он стал на тот момент одним из самых знаменитых баскетболистов в мире вот как ни крути потому что сломдан контест 2000 и в этом же году он едет на олимпиаду в августе и все и мир взрывается винс картер за ним все следят и как бы вот это пик наверное вообще поляризации например в европе постсоветское пространство все тогда в 2001 2002 тогда бум баскетбольный был за просмотром вот американского спорта за просмотром американской нб и и насколько это круто вау и все за винсом картером следят и вот тут хороший момент и подметил то есть что там с победами дальше у винса если мы посмотрим на его статистику да вот по матчам как они идут первым достаточно здорово проводил практически не пропускал игры но как мы знаем концу сезона 2001 2002 он травмируется вот 2001 году мы обсудили серию следующий сезон 2001 2002 и он проводит всего 60 матчей и финальный отрезок регулярки и плей-офф он уже пропускает и как бы это момент когда хаким приходит в команду в торонто вот казалось бы что команда действительно может выстрелить но они понятно что без вынца картера который слову вот я немножко все-таки подводочку дам 28 очков набирает 25 или 28 среднем он набирает и в общем то является опять же безусловным лидером команды хоть и хаким опять же в статусе уже чемпиона приходит но он не способен тащить и как бы эту команду не является первым номером он уже таки на закате карьеры и действительно вот картера не хватает ты хочешь под стеклянный или был картер да вот мне не хрустальный не 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 хрустальный я наоборот я же говорил да вот первым сезон у него условно локаут сокращенный сезон там 50 матчей все проводят следующий сезон 82 из 82 в следующем году 75 из 82 то есть он играет очень много он первые годы своей карьеры за три сезона пропустил ну чуть меньше десяти матчей это очень даже ну стабильно мощно хорошо то есть тут без проблем еще и плей-офф играл и как бы команда делала шаги вперед дальше травмы я считаю что это не повезло то есть винца отличное здоровье тем более как мы уже знаем да по итогу винс никогда не был особо хрустальным что он там что-то не доигрывал ломался он играл очень много в своей карьере это один из тех редких случаев когда баскетболист прям ну там первые свои десять сезонов он почти ничего не пропускал то есть это единственная вот такая травма которая последовала в будущем операции то здесь наверное не повезло вот первый момент как могут говорили про чарльза баркли в первом выпуске мы все-таки говорим в общей тематике не коронованные герои опять не везение где-то опять травму вот это вот уже такой первый звоночек да и на самом деле если в братец ведь много все-таки пришлось потратить усилий менеджменту торонто чтобы получить хакима ладжи вона и мне кажется это сыграло роль именно в дальнейшем развитии франшизы то есть ведь вот эти сезоны пока был еще хаким 1 2 сезона сколько он там провел это был шанс для винса действительно еще побороться с этой командой потому что уже трейси магрейди разумеется не было он уже уехал из торонто там поиграв тоже немного с минсом и команда начала потихоньку где-то постареть начали приходить какие-то там молодые товарищи карлоса руль будет под конец карьеры у уинса но опять же он первый год только будет проводить и вы с этими товарищами рассчитывать просто не на что и вот по итогу торонто не выходит не выходит в плей-офф уинс картера в своем сезоне 45 когда он был обменен набирает всего 16 очков на момент 20 матчей то есть это немаленькая выборка ну и по итогу вот такое решение перебраться в нью-джерси нет и вот сразу хочу сказать на что рассчитывал нашел шлетов менеджмент нет во первых вот в этом приобретении кого они видели у инса картера и что вот на что могли претендовать вот этот тройка ричард джейферсон джейсон кит и винс карт вот на что они могли претендовать артем в твое мнение опять же вот насколько это объединение должно было поспособствовать действительно вот этим амбициям чемпионским нет учитывая что они с период с 2000 по 2004 года под руководством а что важно байрона скотта даже играли в финале и но вот новый период во первых байрона скотта нету тоже нужно учесть момент приходит такой товарищ как лоуренс фрэнк его место который был до этого ассистентом вот во первых не считаешь и ты что лоуренс фрэнк это изначально была плохая идея как тренер и что из-за него отчасти этот эта тройка не раскрылась и на что могли вот рассчитывать эта тройка под руководством другого тренера да спасибо но я добавлю даже что не просто один раз нет сыграли финале а дважды они 4-0 проиграли лейкерс в 2002 году и 42 сперс в 2003 то есть постоянно сталкивались с этим доминированием западной конференции но замена вот это было вызвано насколько я знаю ссорой между байроном скоттом и джейсоном кидом но при этом это все равно была очень сильная тройка то есть у нас есть отличный винк в лице ричарда джефферсона есть прекрасный point guard возможно лучше своем поколении хотя многие с этим поспорят но как минимум он претендует на это звание джейсон кит и мы добавляем винса который несмотря на травмы несмотря на какие-то свои проблемы все равно очень ценное приобретение особенно учитывая то на что его обменяли что касается замены тренера мне кажется да это очень сильно повлияло потому что фанаты не джерси и детройта не дадут соврать лоуренс фрэнк это очень невезучий товарищ у которого вообще что-то получалось только пока в команде у него были вот эти звезды это они дальше второго раунда не забирались но в конце они честно говоря им снова не везло в который раз за выпуск мы это повторяем они сталкивались с молодыми с лучшими командами на востоке с леброном джеймсом и кливлендом в 2007 до этого с шатилом анилом и дуэйном в майами мне кажется что очень многое могло случиться с теми нации они собственно это хотели они хотели заполучить таки этот чемпионский перстень но немного опоздали но собственно халла феймер джейсон кит который как ты уже правильно выразился претендует как минимум на лучшего разыгрывающего своего поколения два отличных скоринг венга который подходит под эту систему набирает больше 20 очков среднем из карта разумеется халла феймер может быть опять же мы возвращаемся к этой теме не по баскетбольным достижениям но все таки то есть имея таких игроков сейчас далеко не каждая команда в нп там далеко даже там не знаю третья часть от силы вообще обладают таким вот составом и да у них там были свои проблемы в составе то что не было центровых ролевых игроков андрей проблема тренера для вынса картера в нью-джерси нет и вот насколько ты считаешь это повлияло или все-таки этот коллектив вот именно эта тройка она не способна была опять в инскартесе они проявил как лидер или это вот опять невезение с текущим составом тренером но тут такой момент понимаешь это вот знаешь мы с тобой любим говорить что менеджмент который там плохой хороший менеджмент с которым что-то не получается и да тренер плохой тут без разговоров но кто виноват в том что такой тренер стоит понятно что был конфликт у кида но как бы на мой взгляд здесь беда в том что не того человека поставили у руля именно менеджмент именно менеджмент наделал кучу ошибок вот это подписание лонзо морнинга ненадолго да потому что у него там была травма он из маями внец из маями прыгал вы помните наверное эту историю это ведь сезон 2004 2005 и момент такой что вроде бы с одной стороны все говорили вот никогда не было у нет нормального центра джейсон коллинз там ни на что не способен окей вот вам алонзо морнинг в итоге с ним тоже ничего не получается да был там арон вильямс которого на которого все смотрели где деле там вау как круто в итоге как бы тоже все грустно и мне кажется эта команда была не совсем правильно собрана то о чем мы с тобой антон говорили то есть во первых ричард джефферсон и винс картер в нападении действительно рядом они вроде как две очень равные опции которые в случае чего можно использовать но тогда не был много опциональный баскетбол на то время начала нулевых первая половина нулевых это все равно баскетбол суперзвезд и очень узкопрофилированных ролевиков и болханвер джейсон кит должен в нужный момент поделиться с мячом винсом картером который должен свои очки набирать а еще на ричарда джефферсон надо где-то в среднем 17 бросков за игру находить и еще нужно что-то делать защита да вот из да 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 потому что винс картер не не там супер элитный защитник ричард джефферсон не является супер элитным защитником из этой тройки джейсон кит самый стабильный на своей половине но винс картер или ричард джефферсон как винги должны закрывать там ну грубо говоря треть треть команды соперника это не получается и ну вот эта система я не знаю на что здесь ставка делалась то есть если мы вот возвращаемся до в прошлое смотрим я понимаю почему на это ставка делась потому что это была лига суперзвезд мы попробуем звезд собрать они умные они баскетболисты они сыграются и по таланту вывезут но на тот момент баскетбол уже вот приходил в ту стадию мы помним кто стал 2004 году чемпионами сезон 45 это ведь следующий сезон там стала команда один из самых главных наверное таких хороших коллективов с химии с раздевалкой детройт пистонс и как бы вот то что мы летом разекова то чем мы с тобой говорили то есть вот на самом деле мы начинаем переходить вот от аэрогардов до которые ну так относительно конечно вот про эру гардер понимаешь тяжело то есть то что майкл джордан там был замечательным гардом это все очень круто но в 90 не сказать что беги там на втором фоне они все равно были на первом пони я бы наоборот сказал что здесь от винт чуть-чуть рановато попала будет чуть-чуть позже потому что уже был ален айверсон до который получил мвп до сих пор является самым маленьким и легким мвп в истории то есть это как раз то время когда винт хорошо вписывался вот в самую начало этой эпохи маленьких игроков но беда здесь в чем в том что он ну вот мы наверное опять выходим на сравнение с майклом то есть вот у тебя есть все ты лидер команды статистически потому что лидером по очкам по многим вещам был винт больше всех бросков больше всех очков подборы передачи 5 плюс там и как бы даже полтора перехвата свои дела 42 процента из другим имел вопрос в чем у винта по характеру опять были вопросы потому что винт картер который где-то не был увлечен баскетболом всей одноклубники всю карьеру до 2000 наверное 12 13 года когда провинция просто перестали говорить когда винт был предметом разговоров на него жаловались одноклубники потому что винт картер не был с головой вовлечен в это дело винт картер не умирал на паркете винт картер не был баскетболистом который костюме ляжет но заберет матч он да он сделает хорошую статистику он очень хорошо сыграет он невероятно талантливый он все равно трудился старался но при этом его одноклубники вот возьмите любое интервью его отмечали как ленивого игрока и вам не кажется что вот бросок промазанный в начале карьера какие-то промахи еще что-то это то что винт отличало больше всего от майкла не уровень игры не прыжки а именно характер да да отлично отлично это все рассказал но опять же для меня лично все-таки здесь будут две стороны правды то чтобы из картер был ленивым в принципе уже было понятно по вот торонто где-то уже понятно что еще молодой еще там в прайме в 28 лет но на характер рассчитывать наверно не стоило тем более особенно когда есть джейсон кит который в принципе мог зарядить всю команду и где-то даже сам решить бросить кит обладал таким уж и плохим броском конечно три процента он мог попадать но ошибка в чем менеджмента бруклина они ведь взяли ассистента байерта скота то есть они не хотели менять действительно кардинально вот систему игры или что-то еще они просто убрали человека который был неудобен киду и таким образом поставил лоренса фрэнка который но извините карьера лоренса фрэнка на на бруклин это лучшие его времена ну не джерси да 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 нью-джерси нет потому что бруклин еще будет и там ничего хорошего в качестве ассистента он тоже не добьется нью-джерси нет и он то здесь тоже там рекорд в лучшем случае нейтральный был то может плюс 10 побед максимум причем состав то у него был какой и сравнительно с тем что дело байрон скотт лоренц фрэнки близко к этому не подобрался то есть и здесь ошибка в том что они просто решили легкой кровью отделаться и не стараться найти до какой-то выход из этой ситуации но винс картер вот подводя к этому моменту действительно все таки он разочаровал именно как лидер наверное то есть как человек который может действительно с характером подойти и как-то зарядить команду ментального здесь наверное я согласен артем для тебя вот человек винс картер который до 2009 года включительно выступает на джерси нет даже в финал конференции до этого момента не выходит и мужа 32 года ведь этого человека раньше сравнивали с майклом джорданом что скажешь ну мне кажется что уже к 2009 году все разве что кроме самого винса позабыли про это сравнение потому что это безусловно надо сказать что сравнение с майклом это очень тяжелое время это значит сотни тысяч глаз если не миллионы которые будут следить за каждым твоим движением но если мы вспомним винс был одной из первых суперзвезд которые не ненавидел своих соперников а даже как-то с ними дружил за что его очень осуждали одноклубники еще в торонто рептор для них это было просто странно много можно конечно сказать про проблемы не джерси нет потому что когда у вас джейсон коллинз и нэнд кристич лучшие большие которые есть в распоряжении команды это странно и это не это не очень хорошо и с таким сложно чего-то добиваться такая от печи да вот что в бруклине и в торонто вот именно в завершающей стадии когда вот уже прям все достижения карта начну закончились фактически там было несколько попаданий на all-star и все не было хороших больших да да вот как раз у него в торонто были очень старые оукли и алджи вон в нет был алон за который приходил ухо он пришел ушел и даже не поняли ты чё там он пришел заглянул знаешь как это вот в парилку заглядывает мужик так смотрит паритесь паримся раке и закрыл дверь все это вот весь приход он за морнинга до коллинза мы помним если помним вообще то скорее за его каминг-аут сделал да не за какие-то его достижения в качестве центрового но нэнд кристич это другое но если помните там и приезд кристича задержался потому что партизан белградский его не отпускал и он остался еще на сезон сербии то есть вот такие проблемы мне кажется что в 2009 году уже звезда картера начала закатываться вот то как он перебылся из суперзвезды в простого игрока ротации в просто стартера или уже в ролевика это да это отдельный разговор и тут конечно большое к нему уважение но опять кстати вот по моменту с коллинзом допустим это ведь опять камень в огород нет вы играете первую серию против лейкерс финале у вас шакил просто ну простите вуста устраивает на площадке порн хаб то есть бедный коллинз ему может понравилось баки учитывая камин аут без проблем но там шакила нил просто проехался по нему верхом вторая серия ой а тут тим данкан который вместе с робинсоном который завершает карьеру прямо финале ну и черт с ним они на двоих просто ну я не знаю они не замечали никого там лучшие защитники против тима данкона оказались простите антуан джеймисон и kenyan martin серьезно но они по габаритам мягко говоря не очень подходит тиму данкану и товарищу дэвиду робинсону но тем не менее они что-то пытаются сделать коллинза там не видно даже было вопрос менеджмента в два финала подряд понимаете что ваши бигмены и ваш форнкорд это ваша самая большая проблема в решающем матче финала kenyan martin попадает 3 из 23 3 из 23 я не оговорился там 20 промахов было вопрос чтобы что мы делаем да нам нужен еще один такой защитник действительно вот следующий вот винс картер то как возьмет тима данкона перепрыгнет и мы все выиграем ну придурки ну и как бы вот вопрос том что мы можем винса ругать но нельзя исключать здесь момент невезения потому что он попадал не в очень хорошие менеджмента он выводил команду торонта в плей-офф стал мини национальным героем что за что опять же популярность винса выросла в торонто да офигенно круто съездил на олимпиаду был на сломдон контесте легендарным который весь мир смотрел все круто а потом как бы вот менеджмент торонто ничего не предложил его меняет приезжает в еще более плохой менеджмент и ты сидишь и думаешь блин а ведь вот попади он в другое место было бы все так плохо вот я вот здесь уже не уверен ну вот мы зафиксируем этот момент начало карьеры торонто это наверное тот шанс который был у все-таки винс картера у молодого винса дальше все-таки был еще вариант с действительно хакимом но там травма помешала вот первый раз когда мы говорим о невезении в разговоре с винсом и его достижения командами ну а дальше просто рота пошли в перестройку откровенно говоря они начали уже там опять же крис бош пришел в команду то есть они уже начали делать ставку на молодых других товарищей понимаю что нужно как-то вот что-то по-другому делать понятно что винс не хотел эту перестройку полностью переходить и торонто тоже сами понимали что держать вот человека который находится в прайме нет смысла поэтому последние сезоны сторон у него получились такими но он приходит как вы уже правильно отметили твоем в нью-джерси нет здесь отвратительная организация и да есть плей-офф но опять же с тремя звездами а как это могло быть иначе причем опять же вот при всей этой в их канале которая творится в менеджменте с тренерским штабом удивительно как вообще бруклин умудрялся там как-то вообще выходить в плей-офф потому что на самом деле в последние сезоны бруклин уже не будет выходить в плей-офф чем это было и с джейсоном кидом и уже после того как он закончил карьеру вот и это подводка к тому что в 32 года уже даже в 33 сезоне 9 10 его меняют орланда мэджик и вот еще один шанс кажется для винса картера ведь он попадает в отличную систему на самом деле который выстраивается вокруг два это ховарда где в нему собирают таких шутеров людей которые имеют бросать и даже где-то ну то есть набирать очки помимо краски для по это ховарда состоит такую удобную экосистему и в неё красный картер должен писаться отлично я хочу с вами поговорить об этом периоде времени орландо который всего лишь один год был у винса картера но при этом это самое большое командное достижение ведь это был финал конференции что помешало здесь картеру добиться успеха ну если да опять же смотреть вот грамотно что хотели на сезон 9 10 орландо они поняли что у них они поиграли в сезоне 2000 2008 2009 финале посмотрели что у них как у орландо вообще работает они отлетели от лейкерс цепили чудом одну игру но к сожалению больше ничего не получилось они посмотрели до дуайт был невероятен дуайт брал матчи и вот да благодаря 2 это и выиграли ту одну игру и вот они смотрят блин а все остальное то там грустно надо колотить снайперов и ближайшие два-три года в орландо это вот огромная просто куча этих снайперов и винс подходил почему потому что у него если вы обратите внимание сезона 2005 2006 там условно до процент в районе 35 и выше то есть для тех времен учитывая что винс в среднем делал по 45 бросков из-за дуги это очень хороший момент учитывая что винс до сих пор на ногах был отлично смотрелся что у него по сути была только одна травма ведь с 2004 года года и дальше он минимум 76 игр играл минимум 75 76 дальше в орландо он приходит он опять же достаточно здоровой хорошей форме и человек который может и из-за дуги и пройти и сделать и атлетичен и надо понимать что винс картер это все всю карьеру очень очень умный баскетболист то есть то что на площадке делал он никогда не выдавал там меньше трех передач он очень здорово вот к этому моменту всегда мог найти партнера он очень умной играл то есть винс умный баскетболист и рядом с таким все-таки еще где-то даже может быть достаточно молодым все-таки дуай там который там 56 лет лиги провел нужен был вот ветеран а винс уже к этому моменту ветеран он вот должен был подсобить вопрос в том что эти орландо они слишком большую ставку на винса сделали вот мы дальше об этом будем говорить и к сожалению как тебе хочу обратиться со вторым матчем ты очень хотел подменить момент который случился втором а то на лакоменции бостон орландо ведь первый матч видос провел хорошо но они проиграли всего четыре очка и было понятно что в селтикс легкой прогулки здесь не будет там вы кстати 9 из 18 забил у 2 это было 7 потери 3 из 10 то есть наоборот вот даже на да 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 что блин так вот вроде даже винс круче себя проявляет но второй матч андрей вот это отличная подводка вообще идеально сделал потому что здесь была сделана ставка на винса и то есть настолько они поверили в него но к этому моменту мы о чем помним винс не клатчевый игрок как только доходит клатч у винса картера происходят проблемы 2 игра восточной конференции финал восточной конференции 2010 года счет 95 92 и все значит уже закрывается ну и вот должны хоть что-то попробовать хоть что-то попробую как-то исправить потому что счет в серии станет 02 и это будет грустно ну и карта отправляется на линию и как бы у него есть шанс с линией что-то забить потом что-то попасть в итоге что мы видим винс не забивает ни одного броска включая штрафные как это сильно бьет по наследию баскетболиста абсолютно она не бьет она добивает потому что на этот момент винс находится 12 год уже в мба винс картер который имел шанс себя зарекомендовать вот у него как второе дыхание открылось в первом матче он отлично играет все может за собой команду повести все так посмотрели вау винс во времена когда дуэйн вейт и коби брайан два лучших атакующих защитника и все с ума сходят а тут вот так вот порох пороховницах зажегся у винса пошел вот как-то так у меня вопрос сразу артем и если позволишь то есть вот тут на такой момент учитывая до 2001 год провал учитывая провалы внецы их было много учитывая провал вот этот сорланда который ну все то есть вот второй матч поставил крест после второго матча там серии не было уже в толком и то что там победа поражения ну все достаточно очевидно становится вопрос к себе такой после этого на винса картера перестали смотреть как на звезду то есть вот это было таким последним поворотным моментом что у винса был последний шанс как-то за что-то цепиться здесь вот попади он броски финальное мне кажется что да потому что были ли шансы у орландо во второй раз выйти в финал безусловно но лишний раз мы убедились в том что винс не может вкладь как ты говоришь что ему чего-то всегда не хватало он в принципе пить в том плей-офф играл не очень хорошо он попадал 40 процентов двух очковых и 23 процента трех очковых это очень плохая реализация особенно когда ты должен быть одним из снайперов при двойте ховарди например да это же это же ужас ему действительно не хватало в такие ключевые моменты попаданий до например против филадельфии о чем мы уже говорили и даже в качестве вспомогательные звезды он всегда ошибался как мы пропустили немного сегодня вот эту серию с кливлендом когда он играл занets да и да ему безусловно чего-то не хватало не хватало агрессивности не хватало решимости может не хватало удачи эта серия вот переформатила в общем-то в игрока ролевого больше вот так от звезды от приход оливому здесь знаете какой вопрос напрашивается ведь просто так это не случается то есть ты не можешь вот по своему таланту игроки ведь хороши вопрос просто физической формы и вот этот спад он происходит у кого-то в 30 лет у кого-то в 33 как у винца картера кого-то там 36 мы видим на леброна 35 лет а человек выступает еще на уровне mvp и на самом деле мне кажется что этот спад просто пришелся не вовремя опять не везение 33 года как бы человек с орланда вот если брать регулярный сезон ведь не так все плохо было да может убирал какие-то своих очков как это было раньше там по 25 до 3 опции в команде то есть опять же но он был опять же в команде которая заняла второе место в регулярке против бостона и действительно они должны были проходить финал но вот по ходу плей-офф стало уже понятно что все минс картер начинает заканчиваться именно как звезда случись на год раньше этот переход вот насколько была вероятность того что орланда вот с таким минсом картером который играл еще год назад они могли бы на пример что-то сделать не кажется и вам что это очередное невезение вот артем наверно пусть тоже еще ответит 1 нет мне кажется что нет потому что уже в нет было видно чего не хватает винсу и год лишний в орландо бы этого не изменил мне кажется что просто тут дело даже не в том что звезда начала закан закатываться а то что он не соответствовал по характеру статусу которым его наделяли там ожидания были слишком большие и даже в качестве вспомогательной звезды этого было недостаточно андрей все-таки статус вот все-таки 33 года мы уже переходим к ролевому игроку а дальше ничего интересного не будет поэтому мы здесь уже должны определить для винса картера в уровень статуса все-таки суперзвезды он так и не получил конкретно который стащит за собой да да в рамках нба опять же мы возвращаемся к этому вопросу в рамках нба почему все по винцу картеру почему все так по нему с ума сходят потому что он всех убедил своими яркими выступлениями что он настолько крутой но по факту вот выступление в нба был ли он отличным скором с запасом был человек у которого были процентные линейки безупречны то есть там 40 процентов из дуги не один сезон и около 50 с игры но о чем мы говорим все здорово было вопрос в том что суперзвезда она определяется да вот как бы по ходу сезона по ходу выступлений в карьере она выступляется яркостью действительно своих выступлений и результативностью но в рамках вот знаешь я бы даже вопрос задал не по суперзвезде вот по легенде да то есть получилось у него в качестве легенды закрепиться локальный для торонто может быть если только даже человек вот вывел торонто в плей-офф и сделал первые шаги для команды почему до сих пор там вспоминают но мистер эйр канада как его называют но если мы говорим о винсе как и легендин бад нет то есть вот к моменту сезон 9 10 ты хороший вопрос артем задал если позвольте два буквально слова вставлю вот засуньте его в команду на сезон раньше я не думаю что орландо финал бы вышли орландо вышли в финал без винца картера досунили в ту команду я не уверен а потому что там был хеда туркоглу который потом по иронии судьбы в сезоне 9 10 оказался торонто хеда туркоглу был вторым по сути скором команды невероятным снайпером который попадал бросал пять раз с игры попадал 36 процентов рядом рашад льюис который столько же очков почти лупит двайт ховард вообще монструозный джеммер нельсон его 17 очков в среднем за матч сезон 9 10 мы смотрим винс картер по сути ну я считаю все таки вот третий скрипкой хоть он набирал чуть больше чем рашад льюис там один 14 очков 2 16 но рашард все таки в команде был долгой и рашад прям с винсом и с двайтом хортом очень здорово смотрелся винс там если только вот материться знаешь не пришей рукав к одному месту как бы ну винс не смотрелся в орландо органично поэтому он там как вы знаете и не задержался то есть у меня вот такое мнение по счет винс и и дальше как правильно то он отметил то есть дальше все это . карьере винца картера как суперзвезды дальше мы говорим о винте как о легенде данкере о каком-то вот очень любимым нашим баскетболисты то есть он у нас у всех запал в сердечко за то как он играл но за счет того чего он добился мы не можем сказать что то он действительно безусловно великий ну и наверное действительно отправная точка феникс орландо если будет рассказать вот именно по тому сезону 10 11 я дам слово например артему андрею можете сказать но все-таки контекст следующий я хочу уже вдалось рассмотреть отличная организация ты сдалась на тот момент это после чемпионский вот у нас есть такой вопрос артем вот его хотел особенно адресовать насчет того почему он перестал гоняться за кольцами они кажется что переход даллас который как раз только-только выиграл чемпионство и в сезоне 11-12 туда приходит картер он как раз хочет попытаться ну вот с такой командой зацепиться за чемпионство ведь период с 35 лет это уже закат карьеры это последний шанс вообще хоть что-то еще выиграть как-то еще запомнится и картер это прекрасный ролевик человек которого никуда бросок не пропал то есть все также может поливать плюс таким опытом бэкграундом он явно может помочь там развитие молодых игроков и как-то сплотить даже коллектив потому что человек добрый да может он не сильно был отдан баскетбол мы здесь уже обсуждали но на плане общения винс карту винс карта всегда был довольно приятным человеком и вот вот эти три года в далласе отличный ролевик да нет вот вам вопрос и гонялся ли он за перстнями или все-таки он это не мне было его целью вот этот переход даллас как вы его оценивать артем андрей давайте по очереди я наверное дам здесь слово артем потому что я бы хотел чтобы он пару слов про феникс сказал сначала потому что честно не ну вот серьезно вот смотри просто он же залетает на концовку сезона 10 11 феникс это важный момент антон спрашивает продалась и вот феникс того года это как ни крути не самое плохое место там все-таки играет еще стив нэш там настолько все здорово джейсон терри до который там успел плей-офф не вышли то есть да 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 и то есть ты вот смотришь и как бы думаешь не повлияло ли вот нахождение фениксе что винс карта такой смотрит и думает блин там джейсон китс которым я играл только что в далласе гайку взял а я фениксе в плей-офф не ухожу у тебя не учащение но честно говоря я хотел бы напомнить что феникс отчислил винса картера но тем более даже зона 10 11 да то есть это не столько было его решение честно говоря я сейчас на память скажу что я был не фанат этого обмена потому что джейсон ричардсон уехал в орландо ричардсон который кстати также было снайпером также зажигал как данкер но феникс был уже в не очень хорошем состоянии был старевший наш был ветеран глубокий ветеран гранд хилл и был марчин горт который только рядом с нашим выглядел как центровой уровня нба по-настоящему поэтому мне кажется что винсу бы на пару лет пораньше в эксперименты в аризоне поударится не факт что там получилось бы что-то удачное но это было бы как минимум интересно вот а то что в далласе он уже удачнее выступал мне кажется вдалось и он уже принял себя как 6 такого игрока вместо джейсона терри например на его месте и он уже окончательно пошел в эту роль запасного фениксе еще этого не было он фениксе еще пытался быть звездой как не кажется ну вот смотрите смотрите вопрос да по далласу вот вопрос просто как бы я сразу хочу обозначить винс это пришел в даллас и он играл две трети сезона старте винс не был скамеечником не бушистым игроком больше того он был по сути третьим игроком то есть а винс картер который там шоном мэрианом делили третью скрипку как бы я не сказал что он бы и знаете стал ролевиком он постепенно все отдавал бразды то есть он был первой опции 2 3 то есть он пока плавно уходил просто он уже никогда не был на первых ролях вот так просто грамотно будет сказать а при этом клача кстати именно чем бы запомнился плей-офф 11 12 года тем что он но с оклахомой забил ту самую трешку с угла невероятная мнение в плей-офф сразу оговоримся это было другое другой потому что в первом в первом раунде плей-офф 2012 года они с оклахомы ни одного матча не взяли после чемпионства они 0 4 отлетели они не играли с оклахомой больше это единственный случай когда они играли с оклахомы я помню четко от моем просто после этого по моему оклахома забила победный бросок либо это было с антонио потому что вот я опять же хочу сейчас назвать немножко достижений в инса картера задалась то есть он действительно плавно вот эту роль стартового игрока уже в сезоне 12 13 отдает полностью там три матча только он провел стартом составе дала с при этом не выходит в плей-офф в сезоне 12 13 но в сезоне 13 14 дала с выходит седьмого места в инс все еще набирает хорошие 12 очков с нормальной процентной линейкой 40 процентов из-за дуги опять же 37 лет это прям очень хорошо плюс наставление молодежи и что важно серия первого раунда с антонио сперс как вы думаете 43 даллас дотянул до седьмого матча с будущими чемпионами которые просто размазали всех во втором раунде там 4-0 4-1 и майами даже 41 закопали финала именно даллас с винсом картером сумел даже здесь то есть вот как раз наверное я опять же хочу еще раз вас задать этот вопрос что все-таки вы ответили гонялся пошел да да за гайкой да он вот он очень мукавит он прям врет он прям нагло врет нам в лицо когда сейчас говорит я никогда не гонялся за гайкой какого черта ты вдалось то оказался и второй вопрос не не кажется ли вам все таки что вот на 37 лет действительно винс как-то переосознал что ли свою роль и как в плане уже ролевого игрока он действительно начал приносить какой-то невероятный импакт который возможно даже до этого большую часть своей карьеры не приносил вот именно раз серии сперс это было очень хорошо вид абсолютно то есть и прикинь то есть я даже знаешь у меня мне немножко другое насчет винс он перестал фигней страдать это атлетичный человек был который умел на паркете с точки зрения атлетизма все не было ни одной вещи которую винс картер с точки зрения атлетизма на паркете не умел потом он понял что за счет этого бегая туда-сюда как эстафета от кольца к кольцу у него много не получается он стал играть от невероятного баскетбольного ума и как только он стал играть умно как только тело уже не дает ему вот это вот прыгать бегать ему приходится тума играть он играет лучше он играет полезнее он приносит команде как ни странно больше пользы с точки зрения третьего, четвертого игрока в команде, чем с точки зрения игрока первого. Это ты очень хорошо подметил. Только потому, что он стал играть больше от ума. Вдруг Винс Картер вспомнил, что он когда-то 40% бросал из Доги. И подумайте ли, 12-13, 13-14, Винс Картер снова бросает 40%. Это только происходило с ним последний раз в сезоне 4-5, когда он выступал за Торонто Рэпторс. Переосмысление игры, да. Потому что перешел на другую игру. Да, да, да. То есть мы говорим о том, что Винс очень много в своей карьере страдал фигнёй. Он занимался не тем. Артём с самого начала задал правильный тон на тему того, что он думал не о баскетболе. Все-таки влияние СМИ могло надломить. То есть даже в молодости, когда ты думаешь, что, блин, вот. Артём очень просто классную вещь сказал, что он начал сам. То есть СМИ уже перестали как-то всячески эту тему поднимать, вообще забыли. Но Винс Картер при этом, вот знаешь, так как будто обижался, говорил, нет, я даже буду лучше, чем Джордан. Не пытаясь себя столько замотивировать, сколько пытаясь показать, что он действительно... Он хотел себя что-то представлять. И порой, мне кажется, это мешало ему действительно сосредоточиться на игре больше, чем на вот этом моменте. Мне кажется, всё-таки влияние СМИ даже здесь... Я не скажу, что это может сильно повлияло. Всё-таки если ты человек с таким характером, как был у Картера, сложно с этим что-то поделать. Но вот влияние всё-таки масс-медиа... Влияние было, конечно. Влияние на любого спортсмена большое. Просто тут такой момент. Он не пришёл в лику, как многие в 18-19 лет. Мы помним, Коби пришёл, Леброн, господи, про Эндрю Байну мы в последнее время много вспоминали. То есть, мы говорим о чём? О том, что он пришёл уже достаточно таким уверенным молодым человеком. И если его надломили СМИ, мы опять говорим о том, что с точки зрения характера и психологии, Винца Картера просто где-то не хватило. Потому что многие другие спортсмены с этим давлением смогли справиться. Ну да, например, даже Макгреди, я так вклинюсь немножко, у Макгреди свои проблемы. Это отдельный разговор. Я надеюсь, он у нас будет ещё в другом выпуске. Но у него не в психологии там было дело. Или если Айверсона даже взять. Да, абсолютно верно. Абсолютно. Там абсолютно матёрые гэнгстеры такие были, которые... Ну, у Алина просто в Айверсона не получилось. Ну, причём Макгреди ведь с Картером действительно они там родственники обозначены. Я правда не знаю, в каком вот именно... А как эти вот, знаешь, кузены? Кузены, да-да-да-да. Ну там кто-то говорил, что они скорее не кузены, а серомские близнецы, когда они второго вместе играли. Да. Ну, тоже такой вариант. Слушай, Артём, давай теперь к тебе перейдём, ты больше выскажись. Ведь после Далласа тоже, вот ты сейчас можешь отказать про карьеру опять же в Далласе, но интересный переход в Мэмфис. Мэмфис ведь тоже как раз грин-да-грайн. Вот во времена, пока в Далласе выступал товарищ Картер, вот этот грин-да-грайн начинал свои подвиги и даже где-то казалось, что могут зацепиться за чемпионство. И вот три сезона потом в Мэмфисе, в котором, ну, успехов не было. Я там, насколько помню, первый раунд с Антонио 4-0 было у Мэмфиса и в принципе всё. То есть вот эти сезоны с 14-15 по 16-17 именно с Картером Мэмфис ничего как бы серьёзного не добивался. Опять Гайка? Я, честно говоря, насколько помню, с Мэмфисом они максимум во второй раунд выходили в 15-м году, когда проиграли Golden State, ну, которые будущие чемпионы 4-2. Мне кажется, что да, это может быть немного всё-таки погоня за Гайкой. Вы немного так по ходу выпуска развенчиваете это моё убеждение, что Винс Картер просто бескорыстно хотел играть в баскетбол дальше. Да, но всё-таки согласись, что Мэмфис это были андердоги в своё время. То есть шансы на это они, конечно, были и кто-то поговаривал. Это было бы очень здорово, потому что это был очень весёлый Мэмфис там с Майком Конли, с Тони Аленом, с Заком Рэндольфом, как я сейчас помню. Ну, откровенно он просто действительно не гнался за тем, чтобы прямо вот там, знаешь, на минималочку подписаться. То есть он хотел ещё себя проявить в качестве хорошего игрока, но при этом всё-таки искал команду, которая ну, на что-то претендует. То есть ему явно не хотелось сидеть где-то вот... Да, 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 это хорошая поправка, он не был прицепом, он не прыгал абы куда, чтобы получить гайку. Да, в Сан-Антонио. Да, 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 да. Совершенно хорошая поправка, потому что он не был нигде абузой, которая просто посидит и дождётся, пока ему вот на палец уже этот морщинистый закрутят гайку. Да, он пытался играть, это правда. Это очень здоровое на самом деле отношение, потому что все хотят гайку, казалось бы, а кто не хочет. Но при этом ты хочешь в какой-то... Вин сам говорил, что он не хочет быть вот этим прицепом, который там на минимальном ветеранском контракте, он хотел приносить пользу. Но у него были свои ожидания от игры. Вот я думаю, что откровенно он уже на это забил, так сказать, когда переходил в Сакраменто. У него там был однолетний контракт на 8 миллионов и сейчас в Атланте, где он уже как ветеран, как ментор, может быть, где-то для Трея Янга. Знаешь, мне кажется, что вообще такая история с Финцем связана в конце карьеры. Вот пока ему предлагают там условно, я не знаю, больше 5 миллионов за сезон, он остаётся в NBA, потому что он пытается себе цену найти. То есть вот он не хочет играть на минимальном контракте, потому что, ну, в этом нету, наверное, смысла какого-то для него, как для баскетболиста. То есть он понимает, что если мне, допустим, платят больше 5 миллионов, значит, я ценен ещё как баскетболист в этой лиге. И понимаю своё состояние, что он, в принципе, может играть, почему нет? И, наверное, что-то произошло вот всё-таки в сезоне 19-20, осознание, наверное, того, что потолки зарплат будут урезать и вообще вот эта вся история. И Винц Картер, ну, всё-таки как игрок, 43 года, это какое-то невероятное долголетие для баскетболиста на самом деле. И уже никто и предлагать не будет такой контракт ему именно как игроку. И, наверное, сам Винц уже понимает, что, ну, а куда дальше? Хотя, мне кажется, предложи ему кто-то там условно 6, 7, 8, 10 миллионов, он бы ещё сыграл годик, почему нет? Хотя, конечно, карьера в Атланте, вот если брать последний его сезон, там прям очень печально, 5 очков, всего лишь 30% из дуги, это карьер лоу. Ну, после первого сезона, разумеется, вот у него только первый сезон и последний вот такие получились. Ну и, в общем, давайте подытожим, наверное, по карьере Картера. Да, вот у меня вопрос к вам сразу. То есть, вот мы хорошую вещь сказали долголетие. Вот мы обсудили его карьеру, обсудили его путь. Он был очень непростой и, наверное, уникальный, ведь Винц Картер поколесил по командам, по Америке и даже по Канаде. И в итоге остановился на третьем месте. Если бы не сезон, он был бы на втором по количеству проведённых матчей с результатом в 1541 игру. Для того, чтобы обойти Карима, ему не хватило 19 матчей. То есть, вы понимаете, что в этом году сыграем там 20, ему мы дали по-любому. Он был бы вторым в истории по количеству матчей. И я вам сейчас перечислю имена, и вы мне ответите на один вопрос. Роберт Перриш, Карима Булджабар, Дирк Новицкий, Джон Стоктон, Карл Мэлоун, которые тоже, да, гайку не выигрывали. Кевин Гарнетт, Моузес Мэлоун, Кевин Уиллис, Джейсон Терри. То есть, люди, которые, ну, так или иначе, очень много матчей провели. Но, вот мы здесь смотрим, здесь не все чемпионы, здесь ещё и не все великие. Привет, Джейсон Терри. Винца Картера, его долголетие делает великим игроком или нет? Вот, Антон, ты у нас сегодня, вот, в качестве ведущего, давай тебе тогда вопрос первому. Вот его долголетие делает, даёт ли ему честь? Делает ли его великим его долголетие? В данном отрезке времени для вот этой истории, да, сто процентов. Он будет великим, он даже будет легендой в NBA в этом плане. Вот сейчас пока не обойдут его новые люди, потому что, ну, во-первых, это всегда так случается, когда игрок проводит какую-то карьеру, которая запоминается. Для тебя это будет, ну, человек легендарный, опять же, яркий, с прекрасной статистикой, с, опять же, изменением в поп-культуре даже. То есть всё равно это на баскетбол влияние прямой имеет. Потому что как смотрят вообще, приходят смотреть баскетбол новые люди? Вот они посмотрели там нарезку Данка с Винцем Картером, и им всё равно. Слэм Данк-контест это, или это в матче, или это вообще на Олимпиаде. То, что Винц Картер уже играет в этой NBA, это значит, что я пойду смотреть. И для лиги, на самом деле, это даже может быть более важная штука, что именно вот такие люди заставляют, да, они, поэтому он мог и Hall of Fame выдавать таким людям. И причём, и ты не поспоришь с тем, что Винц Картер там не заслужил. Да, в плане самого чистого баскетбола, если брать, ну, по карьере он много не добился, да. Много не добился, и то есть сложно его как-то оценивать с другими парнями, с типажами, но, 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 с другой стороны, вот, как ты правильно отметил, количество матчей и всё, ну, это просто легендище. С учётом вот карьеры, с учётом долголетия, достижения даже. Да, 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 и тут вот посмотреть на его, вот, на вот эти вот all-time рекорды, то есть его долголетие, опять же, волей-неволей, но помимо долголетия, он, простите меня, ещё 2-3 года назад в районе 10 плюс очков татусил. И то есть мы говорим о том, что если мы открываем очки в истории, да, по карьере, Винц Картер занимает там 21 место условно. Он, конечно, в 3-4 очковых даже. Да, в 2 тысячи преодолел, конечно. И то есть Винц Картер в ултайме очень много чего добился с точки зрения статистически индивидуального. То есть 25 тысяч очков у Винца Картера, там почти 26 тысяч есть. Вопрос Артёму тоже вот тот же самый. То есть вот долголетие его, вот эти статистические достижения, да, в итоге вот как, да, баскетболист в командном виде спорта, он, к сожалению, ничего не добился. Чемпионство, МВП, там все вот эти дела, даже МВП, матч всех звёзд. Но в остальном, вот Винца Картера и его долголетие, его карьера делает его легенда НБА. Да, мне кажется, что долголетие как историческая сцепка, потому что то, что Картер связывает Майкла Джордана с сегодняшним Треем Янгом, которого я упоминал, ну и кроме того, так или иначе, такая безумная статистика немного. Картер на паркете пересекался с 37 процентами игроков, которые когда-либо играли в НБА. Почти 40 процентов, да, из всех, кто когда-либо хоть минуту провёл на паркете в Национальной баскетбольной ассоциации. Это, честно говоря, меня потрясло, потому что... Ну и да, мне кажется, что долголетие играет очень важную роль здесь, но всё-таки мне кажется, что главная причина будет не в долголетии, а главная причина в том, что он сделал для Торонто. Потому что Ванкувер уехал ещё в конце 90-х из Канады, но Канада благодаря Картеру осталась в баскетболе, и сегодня уже вот после этого чемпионства с Кавайем баскетбол вполне может потеснить хоккей даже с первого места в Канаде, как пишут некоторые журналисты сейчас. Честно говоря, это огромная заслуга, и это всё началось с Винца. Мне кажется, что, может быть, Винц Картер велик даже не как баскетболист, не как... Он даже не легенда НБА, он легенда для Торонто Рэпторс, если можно так выразиться. В рамках НБА, да. Но вот я смотрю на него, это всё равно больше поп-культурный феномен, который заставил мальчишек представлять, как они забивают сверху. Особенно, вот я говорю, постсоветское пространство. Про Винца Картера говорили везде. То есть говорили везде на момент 2000-х годов, 2010-го года. Везде. Маленькие мальчики, взрослые мальчики. Все говорили о том, что вот Винц Картер, там Алин Айверсон. Вот эта культура нулевых, она приходила вот вместе всё-таки с Винцем. Винц был её неотъемлемой частью. И как раз так совпало, что он ещё и в Торонто был. Торонто действительно выводил вот этот данк на Олимпиаде через французского центрового. Здесь же Данки на Слэмдон Контесте легендарный, который до сих пор спустя... Мы помним вот рекламу ровно 10 лет спустя, СДК 2010-го года, на рекламе был Винц. Что 10 лет назад было вот это. Будет ли там Where will amazing happen this year? То есть вот тогда эта линейка была очень популярной. Как бы вот, ну как ни крути, Винц Картер, часть культуры. Просто вот, к сожалению, баскетбольная у него карьера, да, сложилась, может быть, в рамках НБА, повторюсь, не очень хорошо, но как пубкультурный феномен, как человек, который, опять же, за рамки баскетбола смог выйти, что не очень многие смогли сделать всё-таки. Винц Картер был невероятно хорош. И наша любимая тема, то есть вот по атакующим защитникам, как ни крути, Винц Картер очень высоко находится. Среди всех атакующих защитников в истории, если это топ-25 скорер в истории НБА, то как ни крути, среди атакующих защитников он должен свой пантеон занимать. Моя любимая тема с Тайрами, вот Тайр 1 всё-таки нет, мы понимаем, что там Майкл Джордан, Коби Брайан, Дуэйн Вейп, туда там Джерри Веста с Айверсоном и там Харденом в теории можно засунуть. Но вот Винц Картер, как во второй дивизион величайших атакующих защитников, может залезть или нет? Как вы думаете? Давай я вот прежде, чем сейчас мы все окружно это представим, я просто вот последний раз некоторые моменты обозначу, чтобы, может быть, даже нам было проще. Во-первых, Винц Картер провёл крайне много матчей, которые там были 30, 40 и даже 50 плюс очков, причём 50 он набирал и в плей-оффе, что важно. За Торонто Рэптор там были серии, как раз, по-моему, против Филадельфии это одна из первых вот этих историй, когда он 50 очков набирал. Если брать его карьер хай, это 51 набранное очко против Майами и Феникса, как раз вот так получилось, что Винц Картер именно этим двум командам больше всего забил, а Орландо, он всего набрал 33 очка, и это его карьер лоу, но при этом, ну, понимаете, насколько великая карьера. По достижениям ещё, помимо вот наград, именно статистические, 20, больше 25 тысяч очков, больше двух тысяч трёхочковых, тысячу перехватов больше, две с половиной тысячи ассистов и больше там 6 тысяч подборов. Это только тот минимум, который вот, опять же, был ещё там на момент 2017 года, то есть ещё три года назад, вот такая статистика была у Витца Картера. По трёхочковым он в плей-оффе держит рекорд, или держал, по крайней мере, 8 трёхочковых за одну половину забил Винц Картер. 8 подряд трёхочковых при этом это было. Впервые 40-летний игрок попал 3 трёхочковых в игре плей-офф, это было против Санатонио, как раз 22 апреля 2017 года. Ну и, в общем-то, подытожив 8 NBA All-Star с 2000 по 2007 год. Во втором году он не играл из-за травмы, а в 2000 году завоевал золото Олимпийских игр, дважды был выбран в All-NBA, во второй команду попал в 2001 году, в третью команду в 2000. Чемпион Санатон Контеста 2000 года, новичок года 1999, также в команду всех новичков попал в том же 1999 году, ну и получил Teammate of the Year Award в 2016 году вот за лучшего напарника, как раз выступая в Далласе, вот такая награда ему досталась. Как мы видим, большее количество припало либо на начало карьеры, либо уже на самый конец, когда он там удивлял всех своими ещё возможностями. Ну и вот, в принципе, я думаю, что услышав эти моменты, мы можем по итогу свой тайр называть, наверное, тогда пусть Артём начнёт, и так вот по порядку, да? Да, спасибо. Я думаю, что всё-таки Винс – это тайр 2. Безусловно, я думаю, что он там вместе со своим родственником Макгреди. Потому что, ну, мы очень много говорили о проблемах, которые были у Винса, в том числе мы немного не затронули то, что у него ещё было то, что он не нашёл своего тренера, например, как его нашли Майкл, Альверсон или Коби, но сейчас немного поздно об этом говорить. Да, это тайр 2. Нечего добавить особо. Кстати, слушай, давай, вот я сейчас к Андрею тоже спросим, но я с этим мнением немножко не согласен. Сейчас вот Андрей скажет, и потом к этому вопросу вернёмся. Андрей, твой тайр. Я в тайр 2 его не пущу. Вот огромный список достижений, просто кто выше. Рэджи Миллер как лучший шутер, да, вот был в 90-е годы. Потом кто пришёл? Правильно, Рэй Ален. Когда тебя называют лучшим шутером в истории баскетбола, вот это может перевесить достижение Винса? С точки зрения пубкультуры, не, они перевесят. Мы сейчас говорим о тайрах, которые в рамках МБА работают. Винс Картер был в своей карьере всегда шутером, то есть у него отличный бросок, он всегда здорово бросал со средней, с дальней дистанции. Про ближнюю даже говорить нечего, если это величайший данкер. Но пантеон величайших атакующих защитников я назвал. Там точно 3 человека, Вейт, Брайан, Джордан, да, с третьего по первое. Джерри Уэст, как ни крути, где-то должен быть выше. Клайд Дрэкслер, вот спорный момент, но всё-таки Гайку свою с Хьюстоном он взял. Ален Айверсон, как ни крути, но был всё-таки лидером эпохи, в которую играл Винс. И как ни крути, по индивидуальным достижениям это МВП, это 11 матчей всех звёзд, это новичок года в 96-97, 7 общих, да, сборок вот этих вот символических сборных, да, 4 раза был Айверсон там в лидинг-скорерах. То есть вот мы смотрим, ещё и оллтайм грейдс можно вспомнить, ещё может Джорджа Гервина вспомнить, его почти 80 очков за матч. Куда пихать Винса Картера? Как культурный феномен он офигенный, он сделал вот больше, чем половина перечисленного списка, ну, знают его больше люди по миру, да, но в рамках карьеры НБА столько же он добился, как вот все вышеперечисленные люди, почти никого больше он не переплюнул. То есть вот по этим Акалейдс, вот как там, да, сколько ты достижений набрал, сколько ты сколлекционировал, я Винса, к сожалению, в Тайер 3 поставлю, то есть это где-то третий. Просто у меня в каждом Тайере от трёх до пяти игроков. Винс во второй, к сожалению, не попадает, потому что как ни крути, первые два либо попадают МВП, либо попадают чемпионы, или и то, и другое. У Винса ни того, ни другого, к сожалению, не было. Да, ну тогда я своё мнение скажу. На самом деле я поставлю уверенно Винс Картера во второй Тайер, потому как для меня, во-первых, там, наверное, больше игроков будет, чем 3-5, возможно, там до 10 где-то. Возможно, этим объясняется такая разница. У меня плюс промежуточный Тайер есть, как вы знаете, по Чарльзу Баркли уже мы обсудили. Я всё-таки считаю, что если ты не чемпион, то ты в первый Тайер не залетаешь никаким образом. При этом ты должен иметь выдающие статистические показатели. Разумеется, ни первого, ни второго у Винса нет. В промежуточный Тайер, собственно, по этой же причине он не попадает, потому что у него нет каких-то индивидуально прям бомбовых моментов. То есть он только новичка года взял, он был хорошим скорером, но при этом, насколько хорошим скорером. У него много сезонов, где даже не в момент ещё перехода к трёхочковому полноценному броску Картер. 40-38% стабильно имел, попадая при этом 25 очков плюс набирает, 22 плюс, то есть стабильно у него вот эта история была. Он был лидером почти любой команды, куда он не приходил, за исключением, может быть, Орландо. То есть всю свою карьеру, начиная там 12 лет, 12-13 лет он был и в Нью-Джерси Недс, и в Торонто Рептор с абсолютным лидером команды. То есть я считаю, что этого достаточно для того, чтобы вносить человека в второй тайр, учитывая вот все вышеназванные моменты. Плюс тот момент, с учётом его долголетия, всё-таки нельзя откидывать. Не так много игроков могут провести большую карьеру, могут много помочь, и не столько даже действительно может быть в баскетбольном плане, но в плане того же менторства, в плане того, что он помогал раскрываться другим баскетболистам, в плане того, что он был хорошим ролевым игроком и дальше по карьере. То есть помимо 12-13 сезонов «Звезды», он ещё ведь сумел там 10 сезонов хороших отыграть, ну не 10, может быть, чуть меньше, но всё равно в качестве хорошего ролевого игрока. Ведь это тоже важный фактор, который нельзя отделять всё-таки от карьеры игрока. Рано или поздно даже вот такие ребята, они всё-таки перестают быть звёздами и могут перейти в стан такого ролевого игрока, поэтому второй тайр вполне логичен. Хотя, опять же, вот здесь может быть спорно, но точно не первый и точно не промежуточный между первым и вторым. А вот второй для меня кажется, что вот Винс — это самое то. Будем потихоньку мы завершать, но хотел вот я один момент отметить, что не нашёл Винс своего тренера. Я бы не согласился, потому что был такой товарищ, как Лени Уилкинс. И если я не ошибаюсь, как раз Торонто Рэпторс, они должны были с ним встретиться. И поэтому, ну, Лени Уилкинс — это топ-10 тренеров. Конечно. Ещё на момент там 2000 года, когда вот этот ESPN топ-50 игроков выпускал за всё время, и Лени Уилкинс ходил в топ-10 тренеров. Поэтому для меня то, что Винс Картер не нашёл своего наставника, это скорее неправда. Вот если Артём есть что-то сказать по этому поводу или опровергнуть мои слова, можешь, в принципе, в дискуссию такую небольшую, последнюю включиться. Да, нет, пожалуй, будем закругляться. Я думаю, что просто, может быть, у них что-то не сложилось или, может, не хватило времени. Почему-то, но в любом случае это уже... это уже всё. Ну, как бы, да. На самом деле, тут с Уилкинсом-то тоже спорный момент. То есть Уилкинс, который один раз гайку брал в 80-м, в 79-м. То есть, ну, как бы, я понимаю, о чём речь. Он очень много тренировал, он очень много побед добился. Да, это действительно, при таком тренере можно ли выиграть НБА? Тут Антон безусловно прав абсолютно, 100%, что при таком тренере можно было гайку брать. И даже в Торонто был шанс. И сам Винс его упустил своим броском. Но, с другой стороны, сказать, что это там тренер даже уровня Фила Джексона, я бы не смог. Я бы даже больше имел в виду здесь не то, что невеличие конкретного тренера, а то, что ключик к какой-то к личным отношениям, может, он не нашёл. А, то есть к Винсу ключик и не нашли? Да. Ну, так это Винс виноват. Ну, это Винс виноват. Ну, это Винс виноват, ведь. Ну, я думаю, что Винс, потому что, ну, как бы, в дальнейшем он просто сам переосмыслил карьеру в том же Далласе. Я не думаю, что прям ключик к нему нашёл, конечно, великий тренер, и Карлайл. То есть, понятно, как бы был такой товарищ. Но просто время, опять же, вот по молодости многие ведь не все умно поступают, да. И, наверное, с Винсом Картером тоже вот этот момент был. Опять же, характер. Я думаю, что всё сойдётся к тому, что где-то не повезло, но всё-таки характер Винса Картера не поступил. Ему проспится ещё больше. Я думаю, мы с этим на этом сойдёмся все троём. Да, психология, в принципе, да. Да, я думаю, что просто может уже потихоньку завершать, вот если нечего больше добавить. Ну, просто резюмируя, да, что я отметить хотел, что если мы говорили про Баркли, то там я ставлю лично на первое место травмы, что где-то Баркли всё-таки с ними очень не везло. То у Винса травмы ты никак не обвинишь. Вот как ни крути. У Винса были свои возможности, которые он упустил. Поэтому он не гаранованный герой не по случаю, хотя тоже неудача там имела место быть, но всё-таки вот Винс просто не дожал. Характера ему не хватило. Ещё раз констатирую факт, который Артём особенно на этом акцентировал внимание. Для Торонто, конечно, этот человек сделал многое. И мы действительно не знаем, существовала ли бы такая команда, как Торонто Рэпторс по сей день, и сумела ли бы она выиграть чемпионство. Но вот как раз Винс Картер привил ту любовь болельщиков и в Канаде, и, наверное, обратил внимание действительно на то, что есть такая команда, как Торонто Рэпторс, и она вполне может и в плей-офф залезать, и даже успешно выступать в каких-то отдельных матчах, в каких-то отдельных сезонах. Но что интересно, вот последнее прямо отмечу, это тот должок, который произошёл в 2019 году в плей-оффе. Ведь в похожей ситуации Филадельфия с Торонто снова встретили в седьмом матче, и Кавай всё-таки отомстил за Хадю Винса за тот обидный случай. Он сам-то попал в тот бросок, который в схожей манере, на самом деле Винс не попал, но и вместо того, чтобы убирать на фейке, Кавай просто взял и в сходу так бросить бы попал и выиграл потом в итоге чемпионат. Так что всё-таки и в этом есть, может быть, некая заслуга Винса, то есть, может быть, вот часть этого перстня всё-таки принадлежит ему, так что, может, не такой уж и не коронованный наш герой сегодняшнего выпуска Винс Картер. Друзья, спасибо вам за то, что мы сегодня собрались, обсудили Винса Картера. Проекты пикингток, то allbasketball.org для вас подготовили этот подкаст. Я, Антон Шматько и мои коллеги Артём Кавалериан. Артём, спасибо тебе. Спасибо, ребят, было здорово. Заходите на allbasketball.org. У нас много отличных материалов на все баскетбольные и околобаскетбольные темы. И Андрей Панкрашев, конечно. Андрей, спасибо тебе. Очень было интересно сегодня всё это дело вместе с вами обсудить. Да, огромное спасибо, ребята. Это здорово, такие посиделки. Ну а про пикингток и спортсануис, естественно, мы говорим, заходите и смотрите всё своими глазами. Ну а мы вам всё покажем и расскажем. И, конечно же, всё сделаем в лучшем виде.